Приветствую вас, прочитал ваш текст, давайте попробуем разобраться в том, что вы написали, благо тут есть в чем разбираться, вот, поисследуем, посмотрим, подумаем, как можно вам тут помочь и что можно тут сделать. Значит, ну, коллеги, в принципе, уже высказались относительно того, что у вас есть страх одиночества, относительно того, что у вас заниженная самооценка, я, честно говоря, думаю, что недалеко это от истины, вот, но поскольку вы до сих пор не выбрали лучший ответ, никакой, то я предполагаю так, что, наверное, хочется чего-то еще. И вы знаете, вот первое, что мне пришло на ум, когда я читал ваш текст, без какого-либо, я сразу предупреждаю, без каких-либо обвинений, без чего-то такого, вот первое, что мне пришлось на ум, это ваша собственная нереализованность. То есть, что значит, вот, вы пишете, что, когда человек уходит на работу, у вас появляются мысли. То есть, это ведь означает, по сути, что у вас есть время на эти мысли, по сути. Если у вас есть время на такого рода мысли, то вот это и одна из ключевых проблем, которые у вас имеют место быть. Тут, естественно, нужно поисследовать, тут, естественно, нужно посмотреть, насколько вы действительно реализованы или не реализованы, если, ну, если ситуация вот так складывается, действительно. Ну, ничего удивительного нет в том, что вы боитесь предательства, в данном случае боитесь, что мужчина вас бросит. Ну, потому что, соответственно, если он вас бросит, то у вас, скорее всего, ничего не останется. То есть, вот, у вас, вот, кроме, собственно, кроме мужчины, да, ничего больше нет. Ну, как мне, по крайней мере, видится, у вас больше ничего нет. Это, конечно, это, конечно, определенная проблема. И вот эту проблему, в первую очередь, внешне желательно бы решить. То есть, чтобы вы были реализованы. Это первое. Второе, есть... Я так подозреваю, есть ощущение, что вы недостойны любви. Есть ощущение, что вас недостойны любить, наверное, у вас, вероятно. Есть ощущение, что вы, ну, просто, вот, не заслуживаете, возможно, любви. Вы не заслуживаете того, чтобы вас ценили, того, чтобы вас уважали, того, чтобы за вас, там, к примеру, боролись и так далее, и так далее. То есть, мне думается, что ситуация, она в том числе. В том числе. Ситуация в этом заключается. Основная. Проблема основная. То есть, вот. Почему вы думаете и считаете, что вас могут, к примеру, предать? Вот. Дальше. Значит. Вы не можете полагаться на себя. В силу ряда причин. И вы склонны сравнивать, склонны сравнивать себя, опять-таки, с другими людьми. Вот. Это тоже один из таких ключевых аспектов, ну, который на вас, по-видимому, достаточно сильно влияет, достаточно серьезно влияет. Вот. Соответственно, это тоже необходимо корректировать, чтобы вы могли в большей степени полагаться на себя, допустим, в большей степени ориентироваться на себя, и в меньшей степени ориентироваться на других людей. То есть, это, мне кажется, также очень важная такая история, очень важный такой момент. Дальше, значит, следующее, на что хочется обратить ваше внимание, это на значение, значимость для вас, значимость для вас молодого человека. То есть, что для вас значит молодой человек, какое значение он для вас имеет, как вы его воспринимаете, что он вам дает. Вот. Вы пишите, что где-то внутри меня есть недоверие к нему, часто мысли есть расстаться, да, но это когда я одна. То есть, вы боитесь остаться одной и боитесь боли, которая за этим обязательно пойдет. Возможно, у вас есть опыт такой, а возможно, есть что-то еще. С этим, опять же, тоже нужно работать. Далее, вы пишите, что он слишком часто говорит, что любит. То есть, ну, кто вот определяет, как бы, да, кто определяет, где слишком часто, где слишком редко, много комплиментов. Я на этом всем больше боюсь какого-то предательства своей подставы. А почему вы боитесь предательства своей подставы? Потому что через чур сильно полагаетесь на него, через чур мало вы полагаетесь на себя. То есть, человек всегда боится предательства, когда у него нет достаточного уровня надежности самого себя. То есть, ваша, ваша, вот, ваш страх предательства и подставы, кстати, для чего, для чего вам, для чего ему вас предавать и подставлять, это такой момент. Ваши страхи, это перенос отношения к себе. То есть, вы от себя ждете предательства, от себя ждете подставы, вы сами себе не верите. Так как мы живем вместе, он брал на не особый отпуск. Так, ну, здесь вы пишите, что я первая девушка, которая вам показывает. Ну, вы тут вот, как-то знаете, тоже есть некоторое, на мой взгляд, искажение ситуации, потому что, если что, значит, показывает. То есть, как бы, вы же не вещь, да, которую тобой показывает. Но, очевидно, что вы себя так воспринимаете. Вы себя воспринимаете именно в качестве вещи. Вот. Что, опять же, вас обезличивает, к сожалению. Это просто обезличивание, вот. Вы себя обезличиваете. Почему-то. Ценность важна в том, что вас показывают, по вашему мнению. Далее. Парень военный. К чему? Это мне 24, ему 27. Я не знаю, что мне делать, у сына этим мыслями. Что делать, чтобы что? Чего вы хотите? Плачет сейчас. Из-за чего? Как-то плохо и неспокойно. Плохо от чего? Неспокойно из-за чего? Из-за неопределенности. То есть, вы хотите определенности, вы требуете этой определенности от молодого человека. Молодой человек определенность вам до конца дать не может, потому что только вы способны обеспечить себя этой самой определенности на 100%. Только вы, не кто-то другой. А вы сделаете это от молодого человека, то есть, прикладываете ответственность. Вот. В целом, вам, вот, с вашими чувствами, с вашими страхами бы поработать, поисследовать бы все это. Я думаю, было бы более понятно, что и как, ну, чего и как вы хотите. Вот. Вот. В принципе, в принципе, в принципе, так. Такой может быть ответ. То есть, у вас нет в тексте вопроса, да? То есть, кроме того, что я не знаю, что мне делать с этими мыслями, да? То есть, нужно поискредить ваши чувства. Ну, откуда вот это вот недоверие, как вы принимаете себя и молодого человека. Ну, в основном, себя, конечно. Там все. Молодой человек это вследствие. Вследствие того, насколько искажено ваше представление о себе самой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.